Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач, и сегодня, как я уже вам обещал, буду делать распаковку и прям при вас укол препарата под названием Саксэнда. Вот оно выглядит так, тут просто фонари, вот. В рите тут даже у меня есть надписи, но дело не в этом. Я уже вам рассказывал, для чего и почему я пользуюсь данным препаратом. Сейчас же я хотел вам сделать прям перед вами анбоксинг и укол. Значит, нам для этого понадобятся шприцы, точнее один шприц и уголки. Иголки одноразовые продаются комплектом 100 штук, есть разные, есть длина 6 мм, есть длина 8 мм. У меня конкретно 6 мм, мне хватает, то есть это мои иголки, которые пользуюсь конкретно я. И тут главное показать не то, что тут внутри, а как правильно его открывать и его активировать, в кавычках, потому что если вы его неправильно активируете, то это проблема. Теперь, что написано? Самое главное, мы должны его хранить в прохладной температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Окей, то есть если вы хотите, чтобы у вас было с ним все окей, хранить надо именно так. Как только вы открыли шприц, шприц действительный на один месяц, то есть пока они лежат так, они могут быть гораздо больше. Как только вы открыли шприц, вы его активировали, ровно месяц, максимум, что вы можете им пользоваться. Теперь мне его хватает на неделю. Окей, с моей дозой мне хватает одного шприца на неделю. Теперь, поначалу, когда вы начинаете привыкать к данному веществу, да, кстати, вот у меня срок годности с 06.2023 по 11.2025. Теперь, когда я к нему привыкал, когда вы будете к нему привыкать, вы не будете колоть сразу максимальную дозу. И есть такой шанс, что может быть, гипотетически, вы будете держать его больше, чем один месяц. Но то, что рекомендует производитель, выкидывать шприц после месяца, после того, что вы его открыли. Теперь еще раз, эти все советы не являются медицинскими советами. Я не медик и не даю никакие медицинские советы и прочее. Я всего лишь делюсь опытом, как объяснили, как надо колоть его мне. Окей, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, сомнения медицинские, пожалуйста, не спрашивайте их у меня, спрашивайте у вашего лечащего врача. Что да, я могу вам ответить на вопросы только по моему опыту. Кстати, у нас есть группа в Телеграм, ссылка на группу есть под каждым роликом в описании. Заходите, присоединяйтесь, общайтесь со мной, да и не только. Значит, как правильно активировать? Ну, для начала давайте откроем. Вот коробочка новенькая, целенькая, да? Я при вас ее открываю. Вуаля! Что у нас тут есть? У нас есть всякий хлам типа бумажек. Кстати, ребят, поскольку вы не знакомы с данным препаратом, советую его прочитать. В израильском экземпляре это английский, иврит и арабский. У вас на ваших, там где вы его будете покупать, скорее всего, будут другое. Я где-то видел кого-то на русском. И что у нас есть здесь? Пять шприцов. Окей, пять одинаковых шприцов. Я достану только один. Кстати, вот я сейчас достану. Они у меня были в холодильнике. Я скоро, после того, что я сниму это видео, естественно, пойду их и верну. Они еще прохладные. Значит, вот шприц, он выглядит так. Окей, теперь как его активировать? Кстати, камера классная, видите, я поднимаю штуку. Не надо перекрывать глаза, оно фокусируется на объекте. Респект к камере Sony. Значит, как его активировать? У нас здесь есть ноль, как вы видите. Есть колесико, которое мы можем крутить. Окей, вот доза. Мы так меняем дозу. Допустим, мы ошиблись, мы можем вернуть колесико обратно. Здесь без проблем. Чтобы уколоть в конце, нам надо нажать на кнопку здесь, чтобы пошел препарат. Еще раз. Стоит ноль. Я начинаю крутить. Клики. Вы слышите клики? Сейчас поставлю ближе к себе. Вот так вот он работает. Вы слышите? И когда я буду колоть, я микрофон поставил еще один, чтобы вы хорошо услышали клики. Кстати, поэтому, если вдруг в этом видео есть некие шумы, я специально не включал шумоизоляцию искусственного интеллекта. Я хочу, чтобы было все, как оно на самом деле. Теперь, как правильно активировать шприц? Я начинаю крутить. Смотрите, сделаю два клика. Раз, два. И видите, тут получается такой значок. Капелька. Тут плохо его видно. Вот. Вот так его видно. Что мы должны с вами сделать? Мы должны... Сейчас я верну его на ноль. Вы должны открыть иглу. Она одноразовая, естественно. Накрутить. При вас накручиваю. Это колпачок. Его надо снять. Теперь дальше. Тут есть второй колпачок. Ребята, эта иголка экстремально острая. То есть, ей порезаться, порезать ногу, как два пальца об асфальт. Поэтому, как ее правильно утилизировать, вы должны, когда... Вот я сейчас при вас сниму колпачок, да? Весь маленькой иголочкой. Не видно. Руку даже поставлю, чтобы было видно, может быть, на фоне. Вот так. Просто очень много света. Обязательно вернуть колпачок этот обратно. Закрыть. И потом вернуть эту штуку. И только потом выкручивать. И выкидывать это. И утилизировать именно так. Потому что, если вдруг выкидить это в мусорный пакет, порвать его очень легко. И порезаться, порадиться. Ребята, будьте аккуратны. Значит, как его правильно активировать? Я снимаю эту штуку. Снимаю колпачок. Теперь. Делаю два клика. Получается капелька. Нажимаю. Он должен брызнуть. Он с первого раза не брызгает. Для чего мы должны убрать воздух? Нет. Опять два клика. Нет. Вот есть маленькая капелька. Еще два клика. Вот. Брызнуло. Надеюсь, вы его видели. Брызнуло. Теперь. Больше его активировать не надо. У нас шприц активирован. Окей. Теперь, как его правильно колоть? Я сейчас при вас сделаю одну инъекцию. В этом видео, как обещал, что когда-нибудь я вам покажу легкую эротику. Так вот, ребят. Ваше время пришло. Значит, что я делаю? Я ставлю свою дозу. Я просто знаю, сколько мне надо. Я накручиваю. Смотрю на экран. Хотя, что мне стесняться? Ребят, это моя доза. Это не то, что вы должны делать. Это доза конкретно моя. Вот эту вот дозу я колю каждый день. Теперь. Я поднимаю кофту. Вот у меня пупок. Видите, у меня же кожа немножко есть. Я ниже пупка колю вот так вот. Что это такое? Это был когда-то аппендицит. Я колю примерно здесь. Я сейчас его вколю и нажму на кнопку, и вы услышите звук. Я вколол, нажимаю и держу после того, как закончатся клики, еще 6 секунд. Клики закончились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вытаскиваю. Все. Инъекция была сделана. Теперь, как я вам говорил, нам надо куда-то пластик кинул. Не могу отыскать, сейчас его найду. Вот. Я закрываю. Все при вас, все на одном дубле. Дальше. Накручиваю. Видите, тут красная штука, она вылезла и показывает, сколько осталось. То есть индикация у вас есть. Скручиваю эту хрень. Ее утилизирую. У меня, кстати, есть отдельная мусорка маленькая для игл. Я потом их просто утилизирую и выкидываю в мусор обычно. Закрываю. Все. Шприц активирован. Теперь, как мы будем знать, что это шприц? У нас же здесь есть пять шприцов. Что обычно делают, я, точнее, вам могу посоветовать, я все равно храню это в холодильнике. Так вот, один шприц иногда можно на колпачке рисовать. Какой-то крестик ставить. А я что делаю? Я ставлю его вот так вот. Оставляю вот так этот шприц, кладу в холодильник и, в принципе, все. Так я его храню до завтрашнего дня. Завтра я проснусь и сделаю еще одну инъекцию. Как его принимать до еды, после еды? Ребят, я не знаю кто как. Мне сказали принимать его в одно и то же время. Каждый день я это делаю по утрам. Вот я встал, стакан воды жахнул, туда-сюда, разбудил свое семейство. Я и так, поскольку у меня инфаркт, я беру всякие препараты, принимаю. Так я принимаю препараты, делаю уколы и все, и забываю на это на целый день до завтра. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, подписывайтесь. А также зайдите в комментарии под моим роликом. Даже не для того, чтобы присоединиться к группе в Телеграм. Также там есть, и я ставлю иногда всякие разные полезные ссылки на всякие нужные нам штучки. Всего хорошего, пока!